С повышением уровня минимальной заработной платы дома ОСМД и ЖСК столкнулись с необходимостью повысить тариф на содержание дома. Ведь всем наемным работникам этих неприбыльных организаций теперь нужно платить зарплату в два раза больше. Об этих и других новшествах в отношении неприбыльных организаций далее в наших сюжетах. Для ОСМД Новый год принес много неожиданностей. Во-первых, изменения в договорах на получение услуг. Во-вторых, со стороны налоговый поступил подарок в виде новой отчетности о деятельности ОСМД. С 1 ноября 2017 года введена обязательность подачи финансовой отчетности неприбыльными организациями, о которых мы говорим, как приложение к отчетности налоговой. То есть нужно сказать, что неприбыльные организации, как и любые другие юридические лица, обязаны были вести бухгалтерский учет всегда. Составлять финансовую отчетность должны были всегда. Единственное новшество, что с этого года нужно предоставлять ее органы фискальной службы в районные налоговые инспекции вместе с отчетностью. Это привело к недовольствам, поскольку эту отчетность никто не собирал, а о нововведениях узнали в январе. Поэтому на составление финансовой отчетности осталось немного времени, до 1 марта. Впрочем, сегодня на семинаре для представителей ОСМД и ЖСК налоговики рассказали, что бояться нечего и сложностей быть не должно.